Дорогие друзья, я хотел бы объявить все-таки для тех, кто хочет с нами пообщаться с Ярославом или просто позвонить в Центр Сангейтс, телефон такой для тех, кто проживает на территории Соединенных Штатов, ну, конечно, могут из других территорий позвонить, но все-таки здесь это как бы бесплатно. 847-226-9956, один телефон, второй телефон вот прямо-прямо в эфир, это 224-795-7796, такие телефоны, кроме этого у нас есть скайп, который называется Сангейтс, Сангейтс это солнечная ворота на конце буква С, Сангейтс 1-0-8, пожалуйста, можете звонить, можете писать, мы ответим на все ваши вопросы. Ярослав, ну, тем не менее, как вы думаете, человек, ну, как-то всю жизнь ему казалось о том, что он как-то не на своем месте, а все-таки он работает и мотивирует это тем, что, ну, надо зарабатывать деньги. В этом, конечно, как говорится, сермязная правда есть, но тем не менее, вот как-то на Востоке это непонятно. То есть, это объяснение, как говорится, но это не экскьюз, это не повод для того, чтобы таки заниматься не своим делом. Как вы думаете, вот человек хочет заниматься своим делом, но это дело ему, кроме его, ну, может быть, морального удовлетворения, не приносит ему тех доходов, которые принесли ему бы, может быть, работа, которой он научился, ну, потому что он научился. Михаил, вы попали совершенно в точку каких-то определенных и моих проблем, потому что все-таки... Вы занимаетесь не своим делом? Нет, я занимаюсь как раз своим делом и всю жизнь занимался своим делом, но русскоязычная журналистика, особенно сейчас, особенно за последние годы, имеет настолько нестабильный рынок, что нужно как бы или очень продаваться, или не иметь окончательно совести, чтобы работать, предположим, на российские каналы сегодняшние. Да простят меня российские каналы, не хотел лезть в политику, но это так, я просто мимоходом упоминаю. Вот. Либо на самом деле каким-то образом справляться с собственными проблемами, набирая уже, ища под себя, скажем так, свой рынок. Где-то на одном канале, на втором канале, на третьем, но вот этот рынок нужно уже создавать под себя. Зарплату от доброго дяди в моей личной профессии, например, можно получить либо за очень неприятные вещи, которые не хотелось бы делать на сегодняшний день, либо ее просто не получать, а вокруг себя вот этот вот собственный рынок и организовывать. Я работал в такой одной организации, довольно известной, но не хочу упоминать сейчас в эфире, потому что это как бы неприлично по отношению к моим бывшим коллегам, где во главе организации стоит человек вроде бы профессиональный в своей области, но не профессиональный именно в руководстве вот этой вот областью. Потому что одно дело менеджировать целую компанию, скажем так, которая занимается массовой информацией, и другое дело просто быть там хорошим репортером или быть хорошим журналистом. Это немножко вещи разные, так скажем. И когда во главе компании, например, становится человек, который плохо знает, как этот процесс организовать, он начинает заниматься чем? Он начинает заниматься трудовой дисциплиной. И все сводится в компании только к тому, что такое трудовая дисциплина, как ее правильно соблюдать, и как соблюдать условия босса по отработке часов в этой компании. И вот тут начинается самая парадоксальная вещь. Это вот беда, наверное, очень многих частных компаний, где к руководству приходит чуть-чуть менее профессиональный человек и менее разбирающийся. Помните, была такая группа «Наутилус Пампилиус» в России? И у них была фраза такая в песне. «Здесь мерилы работы считают усталость». Вот это вот самая печальная штука, когда у вас в компании мерилы работы начинают считать усталость. Если вы отработали 8 часов, это хорошо, это норма. А если вы отработали 12, то вы вообще замечательный работник. А если вы профессиональный работник и с объемом 8-часовым работы можете справиться за 2 или за 3 часа, то вы считаетесь плохим работником. И вот в этом вот начинается весь ужас. Например, мне как профессионалу в области журналистики, в области радио или телевидения, то, на что уходит у людей по 8 часов, мне нужно часа 2-3. И поэтому я считаюсь плохим работником, потому что с меня не сошло 7 потов, я не выдохся на этой работе, я не просидел какой-то овертайм, предположим, дополнительное время. То есть за 8 часов я не проработал 12 часов, сидя в кресле у себя в кабинете. Ну, наверное, это плохой работник, раз он так быстро справился. Хотя по качеству все то же самое получается. Хорошо. Ярослав, а скажите, с вашей точки зрения, а потом я так скажу, с моей точки зрения, все-таки что является мерилом, по вашему выражению, работы? Мерилом работы является качество продукта в моей профессии, по крайней мере. Мерилом работы в моей профессии является та информация, которую ты быстро, очень быстро, очень качественно добыл, правильно написал и подал в эфир, в газету или куда-нибудь еще. По крайней мере, вот в этом и есть. Это немножко напоминает работу разведчика. Там кто быстрее, тот и первый. Но там-то, в отличие от многих журналистских коллективов, прекрасно понимают, что быстрота должна поощряться и одобряться. Потом проверяется качество информации. Если быстрота соответствует качеству, значит работа сделана. И самое главное еще как бы убедить слушателя, зрителя. Да, но вы сейчас говорите о каких-то профессиональных качествах человека, который исполняет, выполняет свою работу. А как насчет каких-то личных, личного отношения к этой работе? Вы можете, скажем, работу просто не любить. Ну, таких, кстати, большинство почему-то. Вот люди не любят работу, но почувствуют долго и потому, что все-таки они хотят остаться на этой работе, за которую, естественно, платят деньги. Они выполняют ее достаточно добросовестно. Вот что стоит на первом месте? Именно профессиональное качество выполнения работы или свое отношение к этой работе, свои какие-то действительно эмоции, любишь, не любишь, ну и так далее? Я сейчас буду крайне афористичен. Не любят, когда не умеют. Это касается любой работы абсолютно. Это касается и журналистики, это касается финансов, это касается кладки кирпича на стройке. А как насчет подметания, допустим, офиса? Ну, человек подрабатывает, ему за это платят, там, 5-7 долларов в час, я знаю. Ну, почему? Вполне. Офис тоже можно уметь подметать. Уметь, можно. Нравится или не нравится? Человеку не нравится. Ну, что он испытывает удовольствие от подметания офиса? Не согласен в корне. Если он умеет это делать, он будет испытывать удовольствие. Потому что умение – это есть оптимизация работы на самом деле. То есть кто-то подметет опять-таки этот офис за 3 часа, кто-то это сделает за час, да еще получит от этого удовольствие. И получит свои определенные деньги. Худо когда платят за час? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok